это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседим добрый вечер осень 2020 такая же как и весь год сумрачная грозящая обрушить и без того непрочная массовые протесты в беларуси отравление алексея навального и криминальный водевиль михаила ефремова казалось бы что между всем этим общего вы все живете в мире грез а таков мир настоящий сейчас мы живем совершенно поломанное время когда факты не значит ничего а правда практически никому не нужно каждый верит в то во что он хочет ведь ведь тому учит либерально-рыночная мораль с ее релятивистскими тезис все относительно каждый имеет право на свое мнение каждый в принципе имеет свое мнение и все вообще как бы относительно да не случайно еще ницше писал что сатана это старый релятивист коллапс же начинается тогда когда всеобщая относительность спаивается с медийной реальностью той что пытается вытеснить реальность фактическую и вот эта медиа реальность она как бы построена не на первенстве истины отнюдь она построена на личных выгодах предпочтениях и фейках тебя даже не интересует правда это или нет какая разница правда это или нет слух прошел пресса в курсе надо ничего нового по мнению уберто эко люди делятся на тех кто смотрит телевизор и на тех кто пользуется интернет при этом считает писатель первые получают готовую информацию ну или полуфабрикат только разогрея вот вторые наоборот прибывают свободе выбора однако на деле интернет и социальные сети предоставляют лишь иллюзию свободы выбора а вот фактически эта матрица которая формирует и вкусы и предпочтений в конечном счете мнение на днях александр рогаткин выпустил документальное кино беслан кино посвященное событиям трагическим 1 сентября 2004 однако уже через несколько дней youtube заблокировал данный контент как вредный и опасно а вот для сравнения трехчасовой ролик дудя и безлани тот же youtube наоборот настойчиво подсовывал миллион или еще один пример на 9 мая facebook блокировал тех пользователей которые размещали фотографию знамени победы над рейхстаг что это как не жесточайшая цензура большой брат следит за вами но цензурируя одних интернет позволяет все абсолютно все другим сегодня любой блогер может выступить с любым бездоказательным заявлением и его это заявление точно вирус разнесут по весим и городам подписчики ну вот вам для примера высказывание николая соболева известного блогера о камазах которые вывозили сотни трупов после пожара в зимний вишню однако не думайте что такое происходит только среди любителей ведь фейки управляют и большой или премиальной журналисты ну показателен тут пример класса релотсус вот на протяжении 10 лет этот замечательный журналист получал престижнейшие награды за репортажи основаны исключительно на собственных выдумках по освещал с киевского майдана и сирийского алепо с американо-мексиканской границы при этом постоянно врал какой наш дорогой шеф в нашем деле главный этот самый реализм массовая гаджетизация виртуализация это главные способы утверждения фальшивыми они эти методы перепрограммировали и общую историю и каждого человека суть уже не в том что нам подсунули ложное прошлое ну где к примеру во второй мировой войне победили с сша нет суть в том что уже в настоящем войны начинаются совершенно под фейковыми предлогами достаточно выдумать химическое оружие и показать на заседании он пробирку чтобы уничтожить целое государство и погрузить весь регион в хаос нет постой мы же не можем развязать войну никакой войны не будет лишь видимость мы не можем устроить такой спектакль сколько это будет стоить но об этом все узнают кто значит ты хочешь инсценировать войну до такого с кем с кем над этим надо потом в наши последние дни войны ведутся прежде всего ради картин которая задает соответствующие тренды они уже в свою очередь приносят прибыли власти блестяще например это показано в фильме плутовского строили хвост виляет собак что плохого они нам что хорошего они нам сделают вот поэтому мы привозим бомбардировщик ботинь боевых ты правда хочешь войны с албанией у нас нет другого выхода то что все решает картинка продемонстрировали и белорусские события смотрите похожи образа перемещаются из одной горячей точки другой цветы полицейским девушки в белых платьях фактически это спусковые крючки которые провоцируют соответствующие эмоции и вот для густого вкуса их эти эмоции приправляют красивыми словесами свобода демократия справедливость но на деле все это токсичные симуляторы которые должны заменить человеку рабу высшей ценности любая война любые протесты любые революции это своего рода безжалостное реалити-шоу запущенное с одной целью приносить выгоду своим продюсер и ценность человеческой жизни в таком шоу измеряется исключительно количеством лайков вот смерть в данном контексте куда выгоден особенно если обставить ее как смерть мученик как говорил один мой знакомый покойник я слишком много знал вот вспомним фильм шоу трумана где главный герой в исполнении джима керри обитает в декорациях телешоу при этом считает что это и есть его реальная жизнь вот по этому же принципу сегодня существуют и люди и целое общество существует в тотальной матрице в которой важно не сохранить человеческое лицо достоинства а важно создать идеальный лук еще в девятнадцатом веке агюст кон сформулировал закон трех стадий эволюции человечество прошло две из них теологическую и метафизическую и оказалось на пороге 3 научно а вот теперь веке уже 21 и эта стадия пройдет наука стала частью гигантской машины потребления ученые сегодня нужны лишь для того чтобы множить и множить новые технологии приносящие все больше и больше денег а вот против реальных угроз наука почти бесит и коронавирус пандемии это показать современный человек оставшийся без бога без души оказывается один на один с мертвым экраном гаджетом который должен генерировать для него все новые и новые развлечения вот с каждым днем делать это все труднее вот понаблюдайте за современными детьми практически все время скучно вместе с тем доступность информации получаемой за один клик породила у пользователю современного человека ощущение интеллектуального превосходства однако это лишь наивная иллюзия потому что на деле мы видим не образованного интеллектуального человека глупца точно маньяк охотящегося за эмоции пожалуй лучше всех о глупости писал замученные нацистами в концлагерях пастор дитрих банхефер он писал что глупость еще более опасный враг добра чем злоб против зла можно протестовать его можно разоблачить в крайнем случае его можно пресечь с помощью силы а вот против глупости мы без защиты глупец в отличие от злодея абсолютно доволен собой и даже становится опасен если в раздражении он переходит в нападение и я предлагаю драку до глупость ставшую нормой жизни действительно крайне тяжело проверку во многом потому что мы существуем в так называемом гипертекст понятие введенная жаном бодрияром он называл его главной чертой эпохи постмодель вот гипертекст этот постоянно обновляется это некое пространство смысла как бесконечный набор ссылок которые по факту никуда не ведут то есть говоря простым языком человек отбрасывает большую советскую энциклопедию британику справочники учебники и выбирает сомнительную википедию где все еще нужно перепроверить то есть верую в то во что хочу верить и вот это единственная истина пожалуй едва ли не лучше всех такое мироустройство описал не хаксли незамятин а хорхе луис ворхес но в частности у него есть такой замечательный рассказ который называется сад расходящихся тропах нынешнее время он мог бы называться сад расходящихся фейков вот в этом рассказе как аллюзии на времени ветвятся и переплетаются разные реальности в результате расползается и сознание каждого человека и мир в целом то есть борхес пишет всем представлялось две разные вещи никому не пришло в голову что книга лабиринт это одно и то же вот так и с нашими двумя реальностями фактической и медийный по сути они есть одно и то же целый мирок надвинутый на глаза чтобы спрятать правду какую что ты только рад но вот такое смешение смещение двух реальностей приводит к тому что карл шмидт называл тотальной войны который все сражаются против всех а главное человек бьется против самой земли и казус были в данном случае абсолютное непонимание друг друга у каждого своя правда но вместе с тем правды априори нет и быть не может собственно поэтому насилие является главным способом понять реальная ли окружающая действительность или нет ведь создав и попытавших взять под контроль медиа реальность глобальные кукловоды обманули всех том числе и самих себя уничтожив возможность правды саму возможность они отсекли все ценности и ориентиры и перепрограммированная оставшиеся без всякого фундамента реальность выдала фатальную ошибку потому она готова к полной перезагрузки ну говоря аллегорически наш мир а вернее наша матрица это вавилонская башня за минуту до ее обрушить ну что тут скажешь остается лишь дать конца и следовать завету экклесиазм не совершая зла и не будь глупцом ибо зачем тебе умирать не свое время это была программа игра в классике берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви и конечно терпения